Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель прокурора Рязанской области Алексей Владимирович Дикарев. Здравствуйте! Наверное, один из самых первых и важных вопросов – это статистика за 23-й год. Давайте подведем ее. В прокуратуре Рязанской области принимались последовательные меры, направленные на укрепление законности и правопорядка, а также координацию деятельности правоохранительных органов региона по борьбе с преступностью. Наиболее актуальные аспекты противодействия преступности обсуждались на коррекционных, межведомственных совещаниях, на которых вырабатывались конкретные меры, направленные на устранение тех или иных негативных тенденций, которые у нас в регионе существуют. Реализация этих совместно выработанных мер оказала положительное воздействие на состояние законности. В частности, можно отметить, что в 2023 году число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и тяжких, незначительно, но сократилось. Снизилось число совершенных в регионе убийств, разбойных нападений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, а также краж. Ну, что касается краж, это самое распространенное преступление. Если в регионе имеется тенденция сокращения общего количества краж на 14%, в том числе из квартир, из садовых домиков, незначительно увеличилось число краж из магазинов. На что мы и ранее реагировали с правоохранительными органами, обсуждали меры по противодействию данных данным преступлениям. В частности, обращали внимание собственников на принятие обеспечительных охранных мер для того, чтобы данный вид преступления исключить. Тем не менее, необходимо отметить, что существует негативная тенденция увеличения на треть числа совершенных в регионе мошеннических проявлений, подавляющая часть из которых совершается дистанционным путем. Ну, так сказать, дистанционное мошенничество. Мошенники изобретают все новые виды обманы для завладения денежными средствами потерпевших. Самым распространенным по-прежнему является, когда потерпевшим звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковских учреждений, подавляя волю потерпевших под тем или иным предлогом, предлагают перевести свои денежные средства на подконтрольные банковские счета. И в дальнейшем распоряжаются по своему усмотрению. К сожалению, раскрываемость данного вида преступления составляет всего лишь 9%. Одним также из самых распространенных видов дистанционных мошенничеств является, когда, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники звонят, как правило, пожилым людям под видом того, что близкий родственник попал в беду, либо совершил какое-либо правонарушение, преступление для устранения вот этих негативных для родственников последствий, предлагают передать наличными денежные средства. Пожилые люди, как правило, не удостоверившись, не убедившись в достоверности данной информации, не связавшись со своими родственниками, передают злоумышленникам наличные денежные средства. Поэтому хотелось бы, конечно, в очередной раз предостеречь жителей региона, не поддаваться на подобные уловки злоумышленников. Передаются, как правило, последние денежные сбережения, которые имеются у пожилых людей. К данным преступлениям зачастую привлекаются несовершеннолетние, которые непосредственно на такси переезжают и непосредственно забирают денежные средства. Также хотелось бы отметить, что мошенничество – это один из видов в сфере информационно-телекоммуникационных отношений. Данный вид преступления у нас подрос на 18%. В целом по области, помимо мошенничества, это и кражи, и фальшиво-маничество, и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Все это преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрыть данные преступления проблематично, проблема носит технический характер. Зачастую преступники действуют из-за рубежа, используют теневые сервисы, которые позволяют им оставаться анонимными. Поэтому раскрываемость данных преступлений не так велика, составляет всего лишь 34%. Тем не менее, в регионе выработан комплекс мер, направленных на противодействие данным информпреступлениям. В частности, в настоящее время широко распространено электронное взаимодействие правоохранительных органов с банковскими учреждениями, а также с операторами сотовой связи, что позволяет в кратчайший срок получать необходимые для раскрытия преступлений сведения. Кроме того, по инициативе Управления Министерства внутренних дел региона создано программное обеспечение, представляющее собой централизованную базу данных, позволяющее определить серийность данных преступлений и принять незамедлительные меры для их раскрытия. Острой проблемой в регионе также остается наркопреступность. Несмотря на общее сокращение числа выявленных наркопреступлений, их отдельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений составляет 13%, что является одним из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе. Более половины зарегистрированных наркопреступлений приходится на сбыт наркотиков. Раскрываемость данных преступлений составляет 58%, а сбыт 27%. В принципе, достаточно неплохой показатель раскрываемости, но тем не менее, подавляющее большинство наркозбытов, к сожалению, по тем или иным причинам, у нас остаются нераскрытыми. К уголовной ответственности привлекались как рядовые закладчики, так и оптовые закладчики наркотических средств, межрегиональные курьеры, а также производители наркотических средств. Тем не менее, как я уже говорил, основная проблема состоит в выявлении организаторов и лидеров вот этих преступных групп, которые зачастую данные об их сервисах хранятся на иностранных серверах. Найти такое лицо регионального оператора, либо организатора организованной преступной группы крайне проблематично. К распространению наркотических средств в последнее время зачастую привлекаются также несовершеннолетние. В частности, в истекшем году зарегистрировано 13 таких фактов. Большое профилактическое значение для профилактики наркопреступности среди несовершеннолетних, я считаю, является ежегодно проводимой по инициативе прокуратуры Рязанской области ежемесячник «Вместе против наркотиков», где мы пропагандируем здоровое в жизни, разъясняем действующее законодательство, ответственность за совершение наркопреступления. Результат этой работы мы видим, конечно же, налицо. Близость к Москве, Рязанской области, делает наш регион довольно-таки привлекательным для изготовления синтетических наркотиков с целью последующего распространения наркотических средств как в Рязанской области, так и за ее пределами. В истекшем году выявлено 4 попольные нарколаборатории, которые действуют довольно-таки законспирированно, высокий уровень подготовки, сплоченности, снимается, как правило, частный дом, завозятся необходимые ингредиенты, соответствующее оборудование для изготовления наркотических средств. Вот 4 такие нарколаборатории были выявлены в истекшем году. Два уголовных дела уже с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Что хотелось бы отметить, наибольшее количество наркопреступлений, конечно же, как и прежде, совершается как в областном центре, так и в таких крупных районах, как Скопинский, Рязанский, Рыбновский, Промский. То есть проблема наркопреступности, она существует, и решать ее, конечно, надо сообща. Не могу не коснуться преступности несовершеннолетних. В 2023 году подростками было совершено в регионе 100 преступлений, что на 5 меньше показателя 2022 года. Анализируя подростковую преступность, приходится констатировать, что количество совершенных подростками тяжких, особо тяжких преступлений, возросло почти наполовину. Это одно убийство, одно мышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Два разбоя, четыре грабежа, 13 наркопреступлений, как я уже говорил. Негативной тенденцией является то, что, с одной стороны, количество совершенных несовершеннолетними в группе со взрослыми преступлений существенно сократилось, тем не менее увеличилось число преступлений, совершенных группами, стоящие непосредственно из несовершеннолетних. То есть вот эти группы, конечно, необходимо разобщать правоохранительным органам. Также обращает на себя внимание то, что треть всех преступлений несовершеннолетних совершили на улицах в общественных местах. И 73 из 100 преступлений – это в ночное время, с 22 часов до 8 часов утра, что говорит практически о полной бесконтрольности данных подростков. Они предоставлены сами себе. И здесь большое поле деятельности для органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На это мы также постоянно обращаем внимание, выявляем в их деятельности многочисленные нарушения, над этим еще предстоит много работать. Анализируя криминологические характеристики преступлений лиц их совершающих, можно отметить, что благодаря принятым совместно с правоохранительными органами мер существенно сократилась уличная, рецидивная и алкогольная преступность. Тем не менее, удельный вес данных преступлений остается очень высоким. Четверть всех преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения на улицах, либо в общественных местах. И более половины лиц, которые ранее совершали преступление. Данные показатели свидетельствуют о том, что еще недостаточно налажена профилактическая работа. Ее необходимо усилить, в том числе выявляя преступления двойной превенции, выявляя такие административные правонарушения, как мелкое хулиганство, употребление спиртных напитков в общественных местах. Особое внимание в 2024 году будет уделено профилактической работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, находящимися под административным надзором, а также с лицами, осуженными наказанием, связанным с лишением свободы. Тем более в этом году начинается институт пробации. Это комплекс мер, направленных на адаптацию освобожденных из мест лишения свободы, к их нахождению на свободе. Здесь, конечно, это новый институт, необходимо прорабатывать те меры, которые позволят нам эти негативные процессы, конечно же, исправить. В прокуратуре совместно с правоохранительными органами уделяется особое внимание обеспечению неотвратимости наказания, чтобы каждое преступление было раскрыто, чтобы виновное лицо понесло заслуженное наказание и возместило причиненное преступлением ущерб. Общая раскрываемость преступления у нас в 2023 году составила 61%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 7%. На протяжении ряда последних лет Рязанский регион находится в числе лидеров по раскрываемости преступлений, как общей, так и по отдельным видам преступлений. Тем не менее, большой массив преступлений, к сожалению, остался еще не раскрыт. Но об этих проблемах я уже говорил, это, как правило, наркопреступления, дистанционные мошенничества. Существует еще отдельный вид латентных преступлений, то есть о которых мы не знаем, и никто о них не придет и не расскажет. Это такие, как дача получения взятки, там тоже свои проблемы есть. Но это в целом о преступности в регионе. 12 января у нас отмечается День работников прокуратуры. Может быть, у вас есть какие-то добрые слова и пожелания к работникам и ветеранам службы? Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить действующих работников, а также ветеранов органов прокуратуры с нашим профессиональным праздником. На протяжении многих лет прокуратура показала и доказала свою необходимость и заменимость как гарант законности, как тот орган, который способен реально устранить выявленные нарушения закона, защитить права граждан, законный интерес общества и государства. Несмотря на все происходимые в обществе изменения, прокуратура всегда успешно выполняла поставленные перед ней руководством страны задачи. Это все в полной мере относится и к коллективу прокуратуры Рязанской области, где работают грамотные профессионалы, которые неизменно на протяжении последних лет добиваются высоких показателей в работе. Разумеется, эти результаты в работе были бы невозможны без естественного сотрудничества, взаимодействия с органами власти региона, с правоохранительными органами, судейным сообществом, с которыми мы постоянно вместе работаем, решаем общие задачи на благо населения нашего региона. Отдельной благодарности хотелось бы выразить нашим дорогим ветеранам, которые лучшие воды отдали безупречной службе, которые заложили лучшие прокурорские традиции в нашем регионе и сейчас охотно делятся своим богатым жизненным профессиональным опытом с молодыми поколениями. Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником и искренне всем желаю крепкого здоровья, терпения, стабильности в наступившем году, а также семейного благополучия и мирного неба над головой. Спасибо большое, Алексей Владимирович, что уделили нам время, стали гостем нашей передачи. Это была программа «Городские встречи». До свидания.